Отремонтированные Молитовские и Канавинские мосты, дополнительные средства в размере почти 2 миллиарда рублей на реконструкцию Театра Вера и благоустройство Нижневолжской набережной, серьезное сокращение кредиторской задолженности – это еще не весь список. С тех пор, как взаимоотношения между областью и городом перешли в другую плоскость, Нижний Новгород услышали – результат есть, и это видят не только депутаты. Самое главное, конечно же, это то, что нам удалось все-таки закрыть и задолженности за 2015 год, в те сроки, которые планировалось, удалось снизить в целом вообще задолженность города относительно предыдущих периодов. И что не менее важно, что бюджет 2017 года, он в принципе уже по доходной части принципиально значимо больше, чем предыдущий бюджет 2016 года. Участники Нижегородского эксперт-клуба вспоминали, как работали раньше и теперь, когда администрацией стал руководить Сергей Белов. Если в предыдущем созыве все решалось, что называется кулуарно, и зачастую многие о принятых решениях узнавали практически постфактум, то сейчас происходит диалог. Депутатов не просто слышат, но и прислушиваются к ним. Самое главное, вы знаете, на самом деле, сегодня мы сообща еженедельно встречаемся и анализируем, как выполняются работы по использованию денежных средств, которые поступили в бюджет города Нижнего Города. На каком этапе мы находимся, где нужно подкорректировать какие-то задачи и планы, которые стоят у городской администрации. Где нужна дополнительная помощь, потому что, поверьте, теперь это постоянно действующий состав, который работает в интересах жителей нашего города. Ситуация, я считаю, конечно, она заставляет постоянно держаться в тонусе. И, на мой взгляд, конечно, признаки того, что команда держит административную хозяйственную машину и не дает ей действовать и двигаться произвольно, то есть эти признаки, на мой взгляд, они вполне определенные. Ну, вот, в частности, продолжив, продолжая тему, вот снега у вас там не убирают. А я вот обращаю внимание на то, что, значит, стали более точно выполнять вот эти дворники поставленную задачу. Простым нижегородцам все равно, кто стоит у руля. Главное, чтобы дороги были вычищены, транспорт ходил по расписанию и в городе было комфортно жить. На заседание эксперт-клуба пригласили и профессоров вузов. От того, насколько качественно подготовят управленческие кадры, зависит будущее развитие города. Мы ставим себе задачу возврата в одной традиции, чтобы мы могли целенаправленно и системно помогать и региону, и городу подготовке вот таких кадров. И прекратить утечку нашей молодежи за пределы региона, за пределы города. Увеличивается сложность, и управление должно быть адекватным. Вот в чем проблема. Причем есть чрезвычайно сложное хозяйство города, которое требует очень четких нормативных и номенклатурных, и повседневных, и рутинных операций. И с другой стороны, все время вызовы, которые дает нам обстоятельства, место и времени. Ну, согласитесь, 2018 год – это уже завтра, это такой экзамен для города. В следующем году Нижний Новгород ждут грандиозные события. И это не только чемпионат мира по футболу, но и 150-летие со дня рождения Максима Горького. По мнению участников эксперт-клуба, сейчас особенно важно выстроить эффективную работу с самых низов, чтобы текущие вопросы решали не первые лица, а непосредственно главы районов. Юлия Серебрякова, Георгий Захаров. Столица Нижний.